Оба, а всем привет, всем хорошее настроение, запасайся вкусняшками, потому что сегодня мы будем смотреть веселые истории в журнале Мой Брат Лаваш. Ну, короче, проще говоря... Да, Мой Брат Лаваш, да. Проще говоря, карантин... Что делать на карантине? Одно из занятий пересматривать старые фото и старые видео. Мы начали пересматривать, поняли то, что это реально очень смешно. Это очень угодно. И подумали, что тебе это может быть интересно. Поэтому сегодня мы снимаем такой видос, мы будем смотреть и комментировать наши старые фотки и видео, где мы с Тишей совсем еще... Малые? Да, я думаю, это будет очень смешно. Ребят, ваша задача, конечно же, написать, поменялись ли Тиша и Даня? В какую сторону они поменялись, к примеру? И пишите, насколько забавными и, возможно, смешными они были. Когда-то там, где-то там. Стой, что-то хотел сказать. Подожди, сейчас. Ну что ж, погнали! Да, подожди, что погнали. Что-то... А, вот, вспомнил, вспомнил. Фото выбирала я без Тиши и без Дани. Поэтому интересно будет посмотреть на их реакцию. Начинаю? Да. А мы погнали. Первая фотка. Да, первая фотка. Что я вижу? На полу куча кукурузы. Я не знаю, сколько там десятков килограмм кукурузы. В общем, это квартира моей бабушки. И когда собирали кукурузу, она меня приглашала теребить кукурузу, потому что потом она её, собственно, продавала на базаре. Это такой подзаработок. Я думал, она курей кормила, Дань. Может, она тебе за это просто давала денежку, что ты ей помогала, нет? Ну, ну, в смысле? На мороженое там, нет? Ну, на мороженое давала. Ну, и плюс к этому всему мне было это очень интересно. Короче, да, немножко попутал, в общем. Я вижу, ты там набрался полную пазуху, да? Да, да, да. Я, короче, ничего продал. Решил, это, скрисятничать, что ли? Решил продать в Тихо. Я помню, я тогда в карманы везде набрал. Короче, купались в той кукурузе, чего только не делали. Я не купался. Ну, а тебя ещё тогда не было, Тиша. Да, тебя не было тогда, Тиша. В общем, мне реально очень нравилось это занятие. Я сам приходила к бабушке. Так, следующая фоточка. Хвата ласт. Папа, это твои типа, да? Да, мои ласты, маска с трубкой. А, не гей. Таня решил примерить по размерчику. Пришлось накрасить пору, походу. Слушай, это очень интересно. Угарно, угарно. Конечно, ласты слишком большие, но ладно. Немножко больше. Ну, не только ласты, да. Да ну, Ричард. Ричард, это собака наша. Короче, щеночек. На этой фотке ещё щеночек, да. Офигеть, какой он офигенный. Он очень белый. Он на самом деле очень красивый был. Мы его купили у одной женщины вместе с его сестрой. И сестру купили наши родственники. И мы их носили друг к другу, они игрались. Им было очень весело. Но потом, к сожалению, когда травили собак на улице, Ричард подобрал какую-то кость, потому что Роблодоры, они пылесосы. Ну, и в общем, не получилось спасти его. У него начался энтероколит. Нам ветеринар говорила, если от энтероколита он не умер на вторые сутки, значит, он сильный. Возможно, он эту болезнь победит. Но, к сожалению, нет. Он реально был очень сильный и очень хороший, добрый собака. В общем, это не мягкая игрушка была? Опять, Ричард, ну, слушай, он реально очень классный. Он был очень-очень красивый, пёс был. Да, он был маскулистый, ну, идеальный. Как жалко. Очень жалко. Да ну! Это Крым. Это Крым. Мы ездили в Крым, когда ещё маленький был. Я не знаю, мне здесь лет пять где-то. Пять лет, реально пять лет тебе дам. Мы, короче, тогда поехали в Крым. Мама, папа, я и родственники по маминой линии. Короче, было очень весело. Я помню, тогда ещё было нашествие саранчи. И мы просто ходили по этой саранчи, особенно, когда ночью возвращаешься домой, к себе в номер. Ты идёшь, а мне под ногами чувака. Это ужасно. Ну, я чувствую, что тебя там не было. Да. Ну, мы тогда очень классно отдохнули. Ну, и мы, Даня, не в номере были, а мы были в доме. Мы дом снимали. Да, круто, подсорочной. Ну, да, в общем. Опять, 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 смотри, опять Ричард. Тут он уже подрос, смотри. Мы его брали, между прочим, с собой тогда в Симферополь. Это, кстати, есть видео, как ты плавал с ним, не помнишь? Есть, да. Есть. Я помню. Было такое. Даня, почему ты такой гарный? Потому что ему там 5 лет всего лишь. Потому что... Тише, тебе скоро 7. Потому что моё позирование безупречное. У него ещё кетти потолок на мою. Офигенно. Он, наверное, как раз только поёл сочетку кетти. Синие глаза, почему-то у него синие глаза. Тише, погоди, сейчас ещё доберёмся к твоим фотографиям, сия поржём ещё. Да, 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 да. Это точно. Следующая фотография. Ричард плавает. Ты о чём Папа говорил. Реально. Вот я на рукавниках плыву, а передо мной Ричард плывёт с палкой. С палкой. Я помню, я тогда ещё хотела ему за ошейник цепиться, чтобы он... Как бы я... Чтобы я с ним проплывал. Даня, мне кажется, он и катал тебя тогда несколько раз. Катал? Да, я думаю. Ну, в общем, я помню то, что я цеплялся, что-то там пытался делать. Ладно, следующая фоточка. Это я с него, Папа. Добрались, добрались. Это очень элегантно. Шлем. Это ты. Только это не мой шлем, это где-то дяди Димы, наверное, твоего. Это маминого брата шлем. Мы поехали в гости к бабушке и решили померить. Я не знаю, как ты ещё сидишь тише. Как тебе... Это и так, знаете, маленьким детям... Это и так, знаешь, маленьким детям сложно держать голову, когда они ещё маленькие. А тут ещё шлем. А тут ещё шлем. Как выдержать это всё? Ещё когда увидел это фото первый раз, он сказал, мам, зачем вы так издевались надо мной? Но папины руки, папины штанишки, поэтому всё понятно, кто это затеял. Так, дальше идём. Меня заставила мама. Говорит, одень ему шлем, я с фотографии. Да ну, чувак. Боже, ёбой. Офигеть. Вот это кайфовая фотка, реально. Это 12-ти... А, это Буча, это Буча, это Буча, это Буча. Да, это Буча. Это Буча. Это мы, короче, в Ладыжине жили, но потом мы переехали в Буча. Так вот, это в Буче фотки делали. Но это было не так давно. Это было года три назад. Ну да. Я не знаю, как давно это было, но это очень смешно. А я помню, когда ты эту фотку делал, ты всегда так дурачился. У меня, короче, когда я в академии учился... Конечно, я таких фоток, конечно, это всё, да, да. Когда я учился в академии, мой телефон брала моя одноклассница и просто делала кучу селфи, кучу угарных фоток. И я потом же, когда ушёл с академии, перешёл в другую школу, только потом я их заметил. Ну и удалял, конечно. Да. Я помню, слушай, я помню, это соревнования у нас были. Да. У нас были соревнования. По поеданию мандарины. Да, кто больше съест. Кто выиграл тогда, не помните? Я. Папа, ты даже не участвовал. В смысле не участвовал? Смотрите, в чём прикол. Это было всего лишь три года назад, но там Даня реально настолько младше. Он реально там, как ещё такой, ребёнок. Ребёнок-ребёнок. А сейчас уже подросток. А тише, тише. Ну, прям не особо изменилось. Ну, чуть-чуть взгляд. Да, чуть-чуть вообще взгляд принял. Ну, прическа такая же, да. О, боже, это очень ясно. Посмотри, ну-ка я маленький. Это знаешь где? Это когда... Это в Херсоне. Да, это когда мы ездили в Херсон на термальный источник. Мы, короче, там в доме поселились со своими родственниками. Очень было весело. Там была огромная территория. Я просто брал и палкой всё матлошил там. Там очень было много всякой травы сухой. Да, и посмотри, какой я смешной. Это вообще у меня. Да, давай следующая. Ой, это там же, это там же. Это я несу, еле-еле несу. У меня всё не было. Тише, там, наверное, я не знаю, ну, года два, наверное. Два с половиной. Два с половиной года. Шапка прикольная была. Смешная, непонятно. Да, шапка реально топовая. Вот шапка. Я её помню, она очень прикольная. Так, идём дальше. Смотри, какой красный. Майфики, какой маленький. Смотри, какой маленький. Красненький даже. Я ещё даже красный. Тише, здесь меньше месяца на этом фото. Посмотрите, какой он крошечный. А мама вообще не поменялась. Вообще не поменялась? Да. Вообще, реально вообще не поменялась. Нет. Как нет. Слушай, реально не поменялась вообще. И Таня маленький. Дане на этом фото всего лишь шесть лет. Да. Даня в этом возрасте, как и Тише сейчас там на фото. Тише сейчас. Посмотрите, как я смешно обещала. Красненький. Самое главное, что мне тогда Даня казался таким взрослым, потому что Тише был крошечным, и мне казалось, что Даня очень взрослый уже стал, когда Тише родился. Потом мне не повезло, короче. Я всегда был самым взрослым. Ладно, следующее. Даня, до шести лет взрослой не было. Ну, только Тише. Это Даня, это Даня, это Даня. Это я, это я, короче, снимаю съемки в фильме Форсаж. Да, и я только огромной гирей вырубил 20 человек, и так. Обратите внимание, каким Даням было в детстве. Достаточно таким пухленьким. Ну, короче. Ну, тусик такой. Ну, это не важно, это не важно, да? Не важно. Следующая фотка. Следующая. Это что такое? Я вижу наш подъезд в квартире, в которой мы жили. Это я? Да, это ты. А че это собака тогда? А это, наверное, какая-то дворовая. Ну, ты помнишь, как ты хотел всегда себе собачку? Да. Ты всегда клянчил красиво. У него зрачки синие. Да, и мы потом же Ричарда купили. Это зомбяк. Ну, спустя несколько лет. Ну, ты всегда просил собака. Мам, это тупо зомбяк, у него зрачки синие. Ну, это на фотке так. Не говори так, сынок. Даня, ты здесь очень милый на этом фото, мне оно нравится. Ну, я любила обнимать дворняжек, в общем. Потом часто болел, да. Нет, кстати. Следующая фотка. Ты знаешь, дворняжек лучше не обнимать. Слушай, это, папа, это твоя кобура, да, на мне? Ага. С пистолетом. Вот это да. Это съемки в следующей серии Форсаж, я так думаю, да? Горевудские съемки и были, да? Ну, уже тогда ты интересовался оружием, видишь, Даня, Недря. Да. Прикольный. Я тогда полдня не мог найти, где мой пистолет. А самое главное, без штанов, да? Какая-то кобура на меня налезла вообще, я не понимаю. Я должен был как бы, как она вообще... Здоровый просто был. Широкий. О, вот это в точку. Давай дальше. Тут я сижу. Это Тиша, да, я вижу. Да, я только хочу, не вижу. Но он не похож на другие фотки, как на этой. Но он здесь очень красивый. Это фото вообще меня умиляет. Я не знаю, мне нравится очень. О, пара. Такой ребенок милый. Тиша, ты был таким послушным ребенком. Я так тебя любила, как когда ты был маленьким. У меня нога вот такая вообще, нога вот такая. Меньше нога. Стопар, стопар, стопар такая вот. Все, идем дальше. А нога вот такая вот. Офигеть. Это моя любимая черепашка, вау. Ты как коп надутый какой-то. Это моя черепашка вообще-то, да? Моя черепашка. Нет, это моя черепашка. Это черепашка, которую Дане подарили на один год. Этой черепахе уже 14 лет вот скоро. Офигеть. Она сейчас есть на чердаке. Мы когда переезжали, папа предложил нам ее выбросить, но мы с Даней категорически были против, мы ее оставили. Она есть на чердаке. Вы обратите на Тишу внимание. Здесь на этом фото Тиши нету даже одного Готика. Он такой серьезный, да. Брутальный такой серьезный. Я еще смотрю в камеру, кстати. Слушай, мама, что ты хочешь от меня? Зачем ты мне фотографируешься? Все, я еще цепочку вручу. Идем дальше, все. Я в пакеты. Я помню. Мы очень, вернее не мы, а Тиша очень любил залазить во всякие пакеты. Знаешь, как вот кот, у кого есть, ты поймешь по-любому. Он, когда ты покупаешь, он залазит в коробки, да, ты покупаешь для него огромную коробку, он помещается в какую-то крошечную. Так вот, Тиша, он очень любил залазить в пакеты всякие. И мы его потом, короче, папа брал за ручки и вот так вот катал, катал, катал. В пакетах в сумках, да, реально такое. В пакетах не катал, а в сумках, где было надежно, что он не оборвется. Да, но пакет он просто залазил, вот грыз их. Да. Съедал пакеты, короче, поэтому ты так медленно растешь. Да, я был вообще всеядный, да, я даже фасолью ел. Фасолью ел, а потом памперс снимаем, вижу, о, фасолька, раз, два, три, четыре, пять. Дальше. Я ем яблоко. Всеядный, реально, слушай, без зубов жрет яблоко. Я говорю всеядный, слушай, палочку ушную тоже ешь. Нормально вообще. Ну, может быть, конечно, соска грязная была. Я надеюсь, она была чистой. Ой, посмотрите, какой милый, посмотри, какой милый на этой фотке. Ну, с ушной палочкой во рту не очень. Реально, глаза. И лоб такой. Сейчас, следующий. Слушай, мой. Мне кто-то не понравилось. Это семейное фото, на этом фото Тиши один годик. Да как ты запоминаешь, сколько лет на комфото? Я вообще не могу понять. Мне тут что-то не понравилось. Да, недовольна ты там? По-моему, мне что-то не понравилось. Либо ты зимаешься. Едем дальше. Ну, я на фотках, как всегда, либо слишком упорный, либо кирпичный. Это Таня, школа в лодыжни. Это что, я в первый класс пошел? Нет, это первое сентября. Это пятый класс. Это пятый класс. Это что? Это трикольный ты здесь, взрослый. Ну, я уже запутался вообще в возрасте. Я думаю, что это пятый класс. Тише здесь, я не знаю, сколько лет. Ну, года три, года тридцать. А, ну, мы тогда уже снимали, мы тогда снимали уже. Мы начинали, наверное, снимать, да? Ну, тогда больше двух, точно. Три года здесь, следующая. Да, три года, значит, три года. Ну, опять же, первое. Ну, опять же. То же самое, первое сентября. Я ду шарики. Как всегда, гора. Ну, это не тяжело тебе было, Даня? Знаешь, ты что? Я никогда не мог сам дуть шарики, но тут мне просто надули шарики и вставили, как будто я его сам надул, да? Наверное. Наверное, потому что ты расплакался. Тише очень беседовалось делать. Да, я не мог. Следующее. Обещаю. Вот это, вот это съемки фильма Джеки Чам. Да, кстати, очень круто. Это я на ушу ходил, я занимался китайским единоборством, китайским искусством, боевым ушу называется. Короче, чемпион вообще был. Ну, сейчас я уже не занимаюсь, просто закинул. Ладно, давай следующий. Ну, ты уже... Тише, Даня. Как бы шоколад ты тоже любил? Я не поспорю. Ну, что, классная фотка, мне нравится. Круто. Это шоколад точно или что-то другое? Да. Я уже понял. Ну, мы уже поняли, что ты всеярный. Да, да, да. Ну, будем надеяться, что это шоколад. Да. А, это милая фото. Это моя любимая фото. Это твои пяточки. Это Тишины пяточки. Посмотрите, какой это милый. Он поел шоколад и пошел умываться, наверное. Да, обязательно. В ванной комнате, да? А это что? Это что? Стой, стой, стой. Что ты сделал? А, вот. Нашел. Я помню эту кофту. Я ее помню. Твоя кофта. Тише, я обожал просто эту кофту. Да, я ее обожал. Там, короче, язычок, типа рот. Когда ты выворачиваешь, становится язычок. В смысле? То есть карман, а когда выворачиваешь, язык получается. Да, да, да. Короче, сложно объяснить, но офигенная кофта. Не, ну это офигенная кофта. Следующая. Любимая кофта была. Опять та же кофта? Опять же та кофта, я ее обожаю. На главной площади. Я ее обожаю. А, вот тут уже язык видно. Да, тут уже язык. Ой, я опять шоколадом делся. Но зато мы удостоверились, что на прошлой фотке был точный шоколад. А вы видите, что у него здесь ватный диск на лбу? Тише прибавил, удравился, и мы, чтобы он успокоился, дали ему шоколад. А, ну это все объясняет. Ну видно, и глазки заплаканные. Точит шоколад. Давай дальше. Я помню. Лом. Слушай, это наша Бэха. И наш клоун. Если ты помнишь те видео, когда мы снимали с клоуном, отзовись в комментариях. Напиши, насколько ты давно нас смотришь. Я помню, мы тогда еще снимали, как клоун лопатой разбил лобовуху машины. Это было очень стремно. Короче, фишка была в том, что у нас была старая поцарапанная лобовуха. А кто клоуном был? Клоун? Папа. Короче, лобовуха была старая, нам надо было ее поменять, и мы решили от нее. Иногда дублером была мама. Да. Очень редко. И у меня никак не получилось ходить, как папа. Иногда кто еще был? Олег? Иногда еще был на заправке чувак. Я помню. Так то мама была. То мама переодевалась. Ты думал, это чувак в заправке подойдет? Да. Что? Ну, короче, давай дальше. Так все в машине сидели. О, вот это как раз-таки соревнование. Это мой тренер Владимир Владимирович. Что ты можешь про него сказать? Ну, он реально очень классный тренер. Вот что я могу сказать. Мне кажется, лучше не найти тренера. Очень классный тренер. Если бы он был где-то здесь рядом, ты бы обязательно ходил и дальше. Ну, да, если честно, да. Ну, мне очень нравилось ходить на тренировки. В общем, дальше идем. Награждение. Первое место. Как-то так получалось, что у Дани было либо первое место, либо третье. Да. То есть второго у тебя, по-моему, нет у него. У меня третье место в начале были, типа. Потому что я бороться, типа, не очень умел. Я, типа, не любил вот этот вот проход в ноги, все дела. И когда мне борец попадался, типа, я мог третье место занять, если он повалит мне. Ну, в зависимости от правил. Когда были правила кикбоксинга, я всегда первые места занимала. Так, идем дальше. Это бой. Это видео? Да, это видео. Это видео где? Посмотрим яркие на меня такие. Я в черном, да? Да, это в черном. Я в черном шлю. Да, это у меня тупая. Есть. Лицо. Она вплекала просто. Лицо, ты чё? Зажал, зажал. Угу. Еще раз зажала. Что происходит? Здесь Даня было 7 лет. Все такое агрессивное. Шартики мои легендарные. Мне в крестном. Это как раз соревнования по кикбоксингу. Да, это как раз таки кикбоксингу. Это твои счастливые шорты? Акки Мэдин? Ну, мне их крестный подарил. Это вообще шорты от формы команды футболи Реал Матрин. Просто я всегда люблю. Они счастливые были просто, да. Короче, я был многократным чемпионом Винницкой области. Я бы продолжила заниматься с радостью, с охотой. Но мы переехали, поэтому... Чемпионат Украины ты так ни разу не попал, да, получается? Да, не попал. Не успел. Так, следующее видео дайте. Я думаю, что мы поменяли место жительства. Так, смотрим. Конечно, конечно. Танцуем. Ты... Ай, это папа подмонтировал, как он вот так вот хоп-хоп. Я думаю, что за трюканы, ну и что ты мутишь? Ну, я, конечно, классно. Олег, да. Олег, да. Добрый. Это Даня. Пожалуйста, еще один раз. Да, я хочу привести. Нет, погодите, что это было? Это крестный. Это мой крестный. Он очень хотел, чтобы... Это мой крестный. Он очень сильно хотел, чтобы я сказал, что очень вкусно. Может, что это был тюмка. Сколько добрых? Олег, да. Олег, да. Добрый. Я не ухожу, Заня, мне не верится. Я забыла, когда ты был таким. Ну, это так классно, что есть видеосъемка какая-то. Фотографии, что есть, что вспомнить. Тише, не бери руки в рот. Это... Микробы не набирайся, короче. Даня, ну скажи, ты был очень классный. Тише, как тебе, Даня, маленький? Ну, это очень... Короче, есть легендарный видос где-то. Его еще надо откопать. Где я бегу просто по замерзшей луже. И вот так вот падаю назад на спину, на скорости вылетаю. Кстати, где-то недавно он, мне кажется, встречался, да, мам? Да, у нас есть очень много видеоматериала и фоток прикольных. Поэтому, если вам понравится такое видео, обязательно ставьте лайк и пишите еще. Если вы будете писать в комментах хэштег еще, мы будем снимать еще такие видосы для вас. Обязательно. Дальше. Следующий видос. Это я. Это я. Это ты. Это ты. Короче, я рассказываю. Это я в роддоме. Меня поместили в такую капсулу и все там... Капсулу, да. Ну, короче, так сказать, в капсулу, потому что Тиша родился слишком рано. Его сразу же госпитализировали. Я был очень маленький. Наверное, как бы такая была? По очереди рассказывайте. Его сразу же госпитализировали в реанимацию. Нет, он не был. Это просто забрали его в панцирь, да? Кьювесик. Кьювесик называется. Кьювесик? Кьювес, да. Кьювесик. Там в этой колбочке температура 36 градусов и есть у ребенка ощущение, что он и дальше находится в такой же температуре. И кислородик дополнительно. Это где-то, наверное, на следующий день, да, как он родился? Сразу его забрали. Нет, вот это видео. Это видео на следующий день. Здесь тебе всего лишь сутки или даже нету суток. Тиш. Офигеть. Я родился тише. Наверное, голова такая, да? Это очень. Есть даже такое видео, где я приложила свой кулачок к его голове, и мой кулачок к большему голове. И моя голова вот такая, да? Когда ты был очень маленький, родился Тиша 35 недель, 2 килограмма и 44 сантиметра. Очень крошечная. Это офигеть. Это уже потом Тишу забрали в реанимацию в Винницу. Ну, мы сразу же с вами на второй день. На второй день. На второй день мы забрали сразу в реанимацию в Винницу, да, и спасали нам Тишу. Да, и дальше. Короче, следующий. Ну, слава богу, посмотрите, какой он вырос. Да, я вырос. Мы его, кстати, тогда еще через трубочку кормили, потому что он не мог сам есть. У меня нет никаких проблем. Дальше. Слава богу, Тиша, ты живешь. Это опять Тиша? Это видос. Это с этого я работал. Я шевелюсь, я только шевелюсь. Посмотрите, какой он маленький. Он даже не похож. Я даже глаза открыт. О, это же, кстати, в этом доме вообще фотка сделала. Это вообще-то 2020 год. Это одна из наших, типа, новых фоток. Ну, как минимум, не старых. А если ты хочешь видеть больше новых фоток, тогда переходи по ссылочкам в описании. Там будут ссылочки на мой, на Тишин, на папин, на мамин инстаграм. Короче, все нужные ссылочки в описании. Закончились наши старые видосики? Ну, а было много смешного. Было много чего интересного, что офигенно вспоминать просто. Если тебе нравится такая рубрика, пиши в комментариях. Хочу еще. И мы обязательно будем продолжать эту рубрику. 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 Скажи правильно. Рубрику. Рубрику, спасибо. Рубрику. Пишите также в комментах, какая фотка вам понравилась больше всего. Возможно, видео мы будем все вместе читать. У нас еще где-то есть Данины бои по ушу. Тоже интересно. Я бы посмотрел еще. Да, я бы тоже посмотрел. Мы можем вам много чего показать. У нас есть очень много фото и видеоматериалов. Мне лично из этого всего понравился видос. Ой, ха добра. Короче, ждем от вас обратной связи. Если она будет, мы снимаем еще один такой видос. Самое главное, много лайков, чтобы мы понимали, что видео классное. Обязательно. Обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик. Тогда тебе придет уведомление о наших новых видео. И, возможно, одной из них как раз таки будет эта рубрика. Короче, пока. Пока, да. Все. Тише, говори всем пока. Только долго. Все, короче. Давай, давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok